Башкирский привоз. Свинина на косте от 150 рублей за килограмм. А также в продаже домашняя птица, утка, гусь. Наш адрес – город Первоуральск, улица Вайнера, 47. Закрывай рюкзак. Абонемент не забыла? Где у тебя абонемент? Здесь. Ну, пока проверю, на всякий случай. Вот так. Абонемент на 8 занятий по плаванию стал яблоком раздора. Анастасия Корносова, мама юных пловцов, получила отказ в перерасчете и переносе посещений. Ребенок по абонементу сходил в бассейн 4 раза, потом заболел. Но даже медицинская справка не стала основанием для возврата средств. В понедельник, среда, пятница ребенок должен проходить. В эти дни 8 занятий в месяц. Получилось так, что мы 4 прошли занятия, а последующие 4 мы не смогли. Почему? Потому что заболел ребенок. Предоставлена была справочка, что он действительно болел. Но нам был письменный отказ. Не предусмотрен перерасчет. До недавнего времени проблем с перерасчетом и переносом занятий по уважительной причине не было, говорит Анастасия. В приказе учреждения все четко прописано. Но после смены руководства поменялось и отношение, жалуется многодетная мать. Два ее сына занимаются плаванием не первый год. Я уже получила медаль и грамоту. Потому что я хорошо плаваю. Плавать мальчики будут продолжать. Мама приобрела новый абонемент. А что касается старого, который использован только наполовину, здесь Анастасия решила пойти на принцип. Уверяя, это дело даже не в деньгах. Ведь ни у нее одной зимой болеют дети. Женщина обратилась к юристу. Специалист уверена – права нарушены. Услуга клиенту не оказана. Услуга клиентам оплачена. В данном случае со стороны бассейна произошел односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг. И в данном случае, соответственно, нарушение прав потребителя произошло со всеми вытекающими последствиями. Здесь предусмотрено законом и компенсация морального вреда, и выплата неустойки за нарушение прав потребителя в размере 3% в день. Вопрос можно решить в досудебном порядке. Если этого не произойдет, то Анастасия обратится в суд. Между тем, руководством бюджетного учреждения «Старт», в чьем ведении теперь находится бассейн, окончательное решение пока не принято. В настоящее время данный вопрос находится на рассмотрении у руководства «Старта». После принятия решения наши специалисты свяжутся с заявителем для урегулирования ситуации. Анастасия надеется, придав делу общественный резонанс, она не только добьется справедливости, но еще и того, чтобы подобные ситуации не повторялись. Надежда Титаренко, Сергей Шемет, Интера ТВ.